Привет народ! Сегодня мы находимся возле села Пролетарка. Снова мы ездим по Красноперекопскому району Северный Крым по нашим озерам. Сзади меня вы видите озеро Красное, та его часть, которая используется населением в качестве пляжной территории, где можно полечиться. Сейчас мы поедем на дамбу, вы увидите ту часть, которую использует содовый завод. А за нами село Пролетарка. Это село когда-то и до войны здесь было, и в принципе такое было очень развитое. Здесь возле озера оно располагалось, здесь были сады, здесь были родники, здесь была пресная вода. Сейчас с приходом содового завода, конечно, село немножко в унылом таком состоянии находится. Зато другие где-то села на новых местах появились. Дома села Пролетарки на фоне таких вот ржавых содовских труб. Они постоянно текут, их постоянно ладают. Видите, капает. Не знаю, видно на камеру или нет, но здесь постоянно капает вода. За трубами там вдалеке видно содовый завод. Тут какие-то, видимо, фермы раньше были. Пролетарка, конечно, стала очень маленьким селом. Много домов такие, которые уже не жилые, которые разваливаются. Много пожилых людей в этом селе проживает. Наверное, самые дешевые дома в районе это как раз вот эти села Пролетарка, потом Карпово-Балка, Пятихатка. Это самые такие отдаленные села, и они находятся возле вот таких вот озер стоковых содового завода. Шламонакопителей. Поэтому люди не сильно-то хотят здесь жить. Ну, у кого больших средств нет и нет возможности переехать, продолжают жить в этих селах. В селе, согласно последним данным переписи, 166 человек проживает. История села уходит далеко. Первое упоминание о нем 1784 год. Как я уже говорила, место было идеальное для проживания. Было здесь очень много пресной воды. И, собственно, и до сих пор есть родники с пресной водой. Канала тогда не было, завода рядом не было. Озеро, конечно, очень обмелело. Сейчас центральная буквально часть с водой, и то там воды по щиколотку. А все остальное вот такие вот свободные солончаковые поля. В общем, поедем сейчас дальше. Поедем на дамбу, заедем, посмотрим между озер, как там. Дорога, это техническая дорога. Ее поддерживают, в общем-то, в нормальном состоянии. Что ты говоришь? Там речка. Речка высохла. Речка высохла. Думаешь, там речка была? Да. Ну, вообще, там очень много камыша. Возможно, там что-то и было. Вот так вот тут все выглядит. Мы дальше поехали. Ну, тут уже есть запах такой озера. Конкретный, рапой воняет. Ветерочек. Ну, вот это хорошая часть озера. То есть, это чистая рапа красного озера. Мы находимся сейчас на дамбе, на самой. А с той стороны у нас озеро с отработанной рапой. Ну, вот эти трубы идут, по которым идет эта рапа, течет. Куча луж по дороге видели, где протекают эти трубы. А, щебень судового завода. А, я нашла, где я залезу. Вот. Смотрите. Это отсыпают щебнем с этой стороны. Слой рапы лежит с известью. А там дальше, вы смотрите, какого цвета вода. Подсохло оно, конечно, очень сильно. Ну, а с этой стороны можно купаться даже. Производство кальционированной соды осуществляется мячным методом. Путем взаимодействия насыщенного водного раствора хлористого натрия, углекислого газа в присутствии мяка с образованием бикарбоната натрия и последующей его кальцинации. Предприятие производит соду тяжелую марки А и легкую марка Б. Основное сырье для получения технической кальционированной соды это высококачественные звездники Крымского полуострова, экологически чистая рапа нашего Сиваша, уголь-энтранцит, аммиачная вода и сернистые соединения с косохимических и химических заводов Российской Федерации. В садочных бассейнах цеха соляного рассола происходит естественная осадка соли. Эти бассейны находятся на территории Сивашей, затем пласт соли растворяется и рассол поступает в хранилище, откуда трубопроводом перекачивается на содовое производство после предварительной очистки. Вот эти вот сбоку трубы, это и есть трубы, по которым идет соляной раствор. Часть этих труб наоборот в обратную сторону сбрасывает отработанную уже рапу вот в это вот самое озеро красное. Такого цвета рапа получается за счет того, что она отработана и обработана известью. Поэтому получается вот такой вот красивейший бирюзовый цвет. Помимо основного продукта, сода кальцинированная акционерное общество Крымский содовый завод производит соль поваренную пищевую выварочную сорта Экстра, добытую из наших всемирно известных соленых вод озера Сиваш методом естественного гелиовыпаривания. В мировой практике известно всего три соленых озера, воды которых являются основным рассолом для производства пищевой соли, обогащенной уникальными микроэлементами, что делает ее чрезвычайно полезной для здоровья человека. А вот еще одно интересное место на озере Красном. Опять мы видим технологические трубопроводы. И с этой стороны за дамбой находится часть озера Красное, на берегу которого расположен городской полигон. Я сразу даже не поняла, что это свалка. По факту это полигон твердых бытовых отходов города Красноперекопска. И возле него нет ни запаха, ни мусора. Все чистенько. Меня это приятно удивило. Единственное, что не очень понятно, почему полигон расположен на территории озера. Неужели нельзя было сделать немножко в стороне? Вроде бы все тот же горизонт, но мы уже смотрим сейчас на озеро Круглое. Оно находится буквально через дамбу, рядышком с озером Красным. За дамбой, вот там вот за земляным перешейком, находится озеро Красное, которое бирюзового цвета на данный момент. И я вам его показывала. А вот это вот озеро Круглое или Адаман, Крымско-Татарского, соленое озеро. Расположено на севере Красноперекопского района. Оно соленое. Глубина его 1 метр средняя. Длина 2,5 километра. Наибольшая ширина 1,5 километра. И, собственно, это озеро также используется содовым заводом для сточных вод. Проехали буквально каких-то полтора километра, может быть. Смотрите, вот это уже его озеро Кияжское, северная его сторона. То есть озеро за озером, они цепочкой тянутся. Здесь практически переплетаются озера между собой. Очень красиво. Местность такая. И дикие степи, и зеленые поля озимых. Смотрите, как хорошо после дождей повсходили у нас озимые. Озеро Кияжское сегодня просто как зеркало отражается. Тишина такая. Очень красиво. С этой стороны тоже всходят озимые. Ну а мы будем ехать дальше. Ориентир по-прежнему сзади, содовый завод. Дальше как бы должен быть проезд к чекам севажским, срапой. Но туда нас навряд ли пустят, потому как началась погранзона. Вот так вот. Внимание. Чего тут написано? Погранзона. Вход по документам, удостоверение личности, пропускам. Вот так. Дальше мы не проедем. С этой стороны у нас озеро Кияжское остается. Ну и вот я думаю, мы до Смушкина, до села здесь проедем или нет. Сейчас буду смотреть по навигатору. А есть и такие дикие места. Жаворонки поют. Степь. Вообще голая степь, солончаковая такая. С этой стороны. С той стороны у нас были поля обрабатываемые. И это село, ребята. Это село Смушкина, друзья. Посмотрите. В этом селе осталось буквально 3-4 жилых дома. Все. Это вымирающее село. Жаль. Но такова реальность. Посмотрите. Лошадь пасется. Вот такая вот здесь картина. По данным переписи на 2014 год здесь зарегистрировано 17 человек. Дорога здесь грунтовая. А до Сальпрома идет асфальтированная. Вот так. В общем, будем сейчас выезжать на Вишневку. А с Вишневки уже в сторону Зеленой Нивы, Уткина. Покатаемся там еще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сейчас будем выезжать к селу Вишневка, и вот опять озеро Киевское перед нами, то есть мы его сегодня полностью практически объехали. Здесь водичка какая-то тоже. Откуда здесь вода? Непонятно. Наверное, пруды. Так, здесь должны быть пруды, да. Коровки пасутся. С пастухом. Снова приехали на пруд, в зеленую Ниву. Идем водичку набирать. Остановились перекусить. Да, скажи, я тоже хочу. Так, вот заканчиваем сегодня наш день, наше путешествие. Ветер стихает, тихо так становится вокруг. Смотрите, как гладь на озере, на пруду. Тени становятся длинными, а нам пора домой, чтобы засветло приехать. Люди набирают вороту в скважине. Полный багажник бутылей. Лягушки квакают. Люди сидят, рыбачат. Рыбачки. В общем, как-то вот так все это выглядит. Тихо, спокойно. Будем сейчас ехать дальше. Ну да, и поедем домой, да. Всем пока-пока.